Мяу, меня хозяйка назвала Лиса, и на всяком мире я ничего не говорю, я просто хочу спать. Дурацкая хозяйка, которая и заняться нечем, делает вид, что говорит за меня. Дура. Привет, я Даша, и сегодня я хочу поговорить о организациях, которые мне понравились так же, как и книги, на основе которых были сняты, либо даже больше. Я хочу сказать, что я никогда, никогда не сужу по фильму о книге, потому что это совершенно разные, противоположные вещи. Как нельзя сравнивать, например, сериалы и театральные постановки. Ну, это... Я считаю, это недопустимо. И противоречащим всякой логике. Если получается так, что я хочу пойти на какой-то фильм, и я знаю, что... Это экранизация на какую-то книгу, которую я ещё не читала. Я сначала пойду на фильм, а потом прочту книгу. Потому что, если сделать наоборот, я почти наверняка буду разочарована в экранизации. За редким исключением, о которых я сейчас и поведу речь. И мне интересно. А в таких случаях, что ты предпочтёшь? Сначала посмотреть фильм, или сначала прочесть книгу? Напиши мне в комментариях, пожалуйста. И начну я с милых костей. Фильм мне нравится так же, как и книга. Так что здесь подойдёт знак равно. Единственное, что хочу заметить. В книге «Положение в семье», создавшееся после событий, которые здесь описываются в самом начале, подано всё-таки более гуманно, чем в самой книге. Но и там, и там всё подано просто прекрасно. Расхождений категоричных каких-то нет. Вид персонажей, их поведение полностью соответствует тому впечатлению, которое создаётся по чтению. О книге «Дьявол носит Прада». Здесь мне фильм нравится категорически, однозначно, очень сильно больше, чем сама книга. Книга – это вообще просто печально, немножко какая-то. А фильм получился достаточно такой стильный, комедийный, мотивирующий на целеустремлённость и вообще славный. Хорошая концовка, хорошие актёры, прекрасный стиль. То есть, посмотрев этот фильм, прям хочется стать такой модной, стильной, красивой, целеустремлённой, доброй. А когда читаешь книгу, хочется стать стервой и выкинуть книгу. Дневники «Принцессы». Я о них недавно рассказывала в книготчётнике за апрель. Здесь, наверное, знак «Равно». Но должна заметить, что я об этом уже говорила, что всё-таки фильм и книга – это совершенно разные вещи. И несмотря на то, что всё-таки фильм-то снят на основе книги, всё-таки это совершенно разные вещи. И каждая из них по-своему прекрасна. Книгу авторства Джули Пауэлл «Джули и Джули готовим счастье по рецепту». Здесь мне фильм нравится больше, чем книга. Книга тоже хороша, но книга такая скептичная и рисковатая. В ней Джули Пауэлл постоянно находится в какой-то депрессии, в каком-то расстройстве чувств, в каком-то стрессовом состоянии, в каком-то ужасе просто. И фильм, он такой добрый, славный, милый, в чём-то комедийный, добрый. И он как-то милее, чем книга. Книга, она, повторюсь, рисковатая. Фильм такой милый, славный. В фильме подано всё то же самое, что в книге, но мягче, милее, более славно. Да, и если книгу мне никогда не захочется причитать, то фильм я этот уже присматривала неоднократно. «Хроники Нарнии». Я имею в виду только первую часть. Все остальные мне уже не нравятся экранизации. Я когда читала книгу, у меня сложился образ всех героев, представление об их характерах, и фильм этих образов не нарушил, и нет расхождения с сюжетом, а если есть, то они не режут глаз и не смущают ум. Очень удачная экранизация. Именно первая. Маргарет Митчелл, «Унесённые ветром». Извинись за вид книги, и она выцвела со временем. Несмотря на то, что в фильме расхождение есть с сюжетом, причём существенным, например, тот момент, что от первого брака у Скарлетт, у главной героини, был уже ребёнок. Ну и ещё много моментов, однако это никак не делает фильм хуже, напротив. Он подан очень-очень славно, великолепно, чудесно, непревзойдённо. Я его обожаю. И да, это не сделало хуже фильм. Мне кажется, даже наоборот, это его улучшило. Так что здесь мне, наверное, даже подойдёт знак равно или больше нравится экранизация, чем книга. И последнее, что я покажу, это Анжелика, Анна и Серж Голомка. Конечно, я не стану показывать все книги, потому что их много. И я обожаю экранизацию этой книги. И здесь у меня знак равно между книгой и экранизацией, потому что и то, и другое великолепно. Что касается сюжетных отклонений, то, конечно, они есть. Как без этого? Потому что тот материал, который подаётся в книге, его не всегда возможно показать в фильме. А если возможно, то это будет восприниматься... Это будет смотреться не очень хорошо. Поэтому здесь между книгой и экранизацией всё-таки знак равно у меня стоит. Да, и напиши мне, кстати, ещё, пожалуйста, какие тебе нравятся экранизации на книге. И у меня всё. Я тебе желаю, чтобы никогда не разочаровываться ни в книгах, ни в фильмах. Удачных просмотров и удачного чтения. Пока!